Тротуары, светофоры, освещение. Чего не хватает альметьевцам для удобства. На этом месте светофор нужен. И вот напротив тоже нас я бы даже установила, потому что все выбегают. В народный контроль в августе поступило больше 400 заявок. Сколько из них было решено, а в чем горожанам отказали? Доильная карусель, электронные сервисы для пассивных работ и чудо-поле. Как развивается агропромышленный комплекс Лениногорского района? Накормите растения, и они накормят вас. Сельское хозяйство переходит на цифру. Как это поможет добиться высокой урожайности? Что внутри коробки с карандашами? Ученики художественной школы номер один делятся первыми впечатлениями о новом помещении. Очень великолепный, очень современный. Со всех сторон она великолепная. Теперь у юных художников есть классы скульптуры, компьютерные графики, пространство для выставки работ. С какими чувствами ребята вспоминают старое здание и как привыкают к новому? Здравствуйте! Это новость Юго-Востока Татарстана. О самых важных и значимых событиях расскажут мои коллеги и я, Катерина Машенцева, партнер программы ПАО «Акбарсбанк». Свыше 400 заявок оставили жители Альметьевска и Альметьевского района на портале «Народный контроль» в августе. Жаловались на дороги и тротуары, пешеходные переходы, движения общественного транспорта, вывески и названия улиц. Как ответственные ведомства отреагировали на обращения, расскажем в нашем обзоре. В топе по числу поддержавших в системе «Народный контроль» находится заявка от жителя улицы Рената Галеева. Обращение, опубликованное 21 августа, собрало 34 голоса. Вокруг дома по улице Галеева 35 частично отсутствует тротуар. Люди вынуждены ходить по проезжей части. Исполком района ответил, что строительство тротуара будет выполнено в текущем году за счет средств ПАО «Татнефть». Следом появились аналогичные сообщения с просьбой проложить пешеходную дорожку между домами 31 и 33 и 29 и 31 домами. Решение по этим заявкам тоже запланировано. Эта заявка о необходимости установить светофор на перекрестке улиц Маяковского и Ленина получила отказ. Неоднократно на этом перекрестке сбивали людей. Вот осенью 2021 года насмерть сбили мужчину. В непосредственной близости к переходу находится СОЖ, институт, спорткомплекс. Ходит много детей. Мы решили узнать, что по этому поводу думают пешеходы. Они все пропускают. Это мое мнение. Мы никогда не стояли. А если опять так же светофор будет, как там на Тукае, очень тяжело. Очень тяжело. По полторы минуты стоишь. Мне кажется, нормальный пешеходный переход. Да я вообще считаю, что светофоры нужны, потому что дети, как правило, идут и пешеходы, и по правилам не смотрят направо-налево. Я как учитель это говорю. Мы им всегда регулярно проводим правила дорожного движения, каждый урок об этом напоминаем. На этом месте светофор нужен. И вот напротив тоже нас я бы даже установила, потому что все выбегают, пожилые люди выбегают. Заявителям сообщили, что в этом году переход модернизируют, установят Г-образные опоры и знаки пешеходный переход со светодиодной подсветкой. Также появятся искусственные неровности и знаки ограничения скорости. Есть на портале и жалобы на движение общественного транспорта. Почему утром в рабочее время, когда люди едут на работу, нет автобусов по улице Аминова? Маршрут 2 и 2Б приезжают в 7.00-7.05, а следующие уже едут в 7.50-8.00. Нужно после 7.00-7.05, следующий в 7.20-7.30, чтобы люди успевали на работу. Заявителю сообщили, что будет проведен анализ маршрута с изменениями в графиках движения. Пользователи народного контроля также жаловались на провалы колодцев, уличное освещение, покос травы и состояние дорог. Огромные ямы кормят обещаниями каждый год. Улицы застроены на 100%. Газ, вода есть. То есть дорогу портить никто уже не будет. На многие обращения Нижний Мактаминский исполком дал один и тот же ответ. Нижний Мактаминский исполком сообщает, что проведение в нормативном состоянии данной дороги запланировано на средства самообложения в 2024 году. Тот же текст увидели жители улицы Молодежной в ответ сразу на две жалобы о неработающем освещении. За август в систему народный контроль поступило больше 400 заявок. Около 90 были решены. Свыше 30 получили отказ. Работа по примерно 190 обращениям запланирована. 7 сентября в полночь поступило сообщение о пожаре в Альмитевском районе. Загорелась спальня в одном из частных домов на улице Каюмова в Нижнем Мактаме. В результате огонь уничтожил мебель, вещи и потолочное перекрытие в спальне, коридоре и на кухне. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели. Позднее в час 05 пожарные направились в Верхний Октаж. Горел частный жилой дом по улице Зайной. В результате огонь полностью уничтожил жилище. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания выясняется. А в Лейногорском районе пожар унес жизнь человека. В 3 часа ночи в селе Бакирово загорелся одноэтажный щитовой частный дом. Огонь перекинулся на гараж и стоящий во дворе автомобиль. Пожарные локализовали возгорание в 3 часа 15 минут. Через 20 минут его ликвидировали. В доме было обнаружено тело мужчин 1962 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении. Погибший проживал один, имел привычку курить дома. Убийством и изнасилованием чуть было не закончились обычные дружеские посиделки. Не обошлось без поножовщины. Итог коллективных возлияний, если говорить языком закона, пункт З, части 2, статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть причинение тяжких телесных повреждений с использованием оружия. Детали дела в материале Тимура Туманова. Третьим лишним оказался хозяин квартиры, в которой собралась компания. В прохладный вечер 12 июня приятели решили привнести не только дружеское тепло, но и литр водки в два захода. А потом, как говорится в материалах дела между ними, внезапно возникли личные неприязненные отношения. Хозяин жил площади, он же потерпевший. И свидетель, он же сожитель подсудимый. Не могут сойтись на том, кто кого пытался прогнать из квартиры и по какой причине. То ли потерпевший покушался на половую неприкосновенность подсудимый, то ли парочка пыталась прозрачно намекнуть хозяину квартиры, что им нужно уединиться. Как бы то ни было, закончилось все тем, что хозяину квартиры воткнули нож в спину после того, как он чуть не задушил собутыльника. И чтобы не подставлять товарища, незадачливый душитель сказал, что его пырнули возле дома. Он сказал, возле дома, на улице, его ударили, но он неизвестный. Душина, женщина, не дворяда? Душина, женщина, не дворяда. Но полицейские после непродолжительных бесед с участниками посиделок установили, что рану пострадавший получил в квартире. Свидетель сначала решил взять вину на себя, но при опросе женщины она призналась в содеянном. И теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Чтобы расставить все по своим местам, в суд взял перерыв. Нужно опросить неявившихся свидетелей и потерпевшего. Следующее слушание назначили на 12 сентября. Подсудимая будет дожидаться его в следственном изоляторе. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать и в газете. Подпишитесь на «Знамя труда» и «Эльмет Тонары». Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции с любого месяца. По почтовой подписке издания будут доставлять прямо к вам домой. При оформлении подписки в редакции цена на нее ниже, а газету нужно забирать самостоятельно. На переводику можно подписаться и не выходя из дома. Для этого нужно зайти на наш сайт и перейти по ссылке через баннер. А еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок – 3259-81. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте – almetis.ru.ru. Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно по номеру WhatsApp и через соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. Ученики художественной школы номер один делятся первыми впечатлениями о новом помещении. Теперь у юных художников есть классы скульптуры, компьютерные графики и пространство для выставки работ. С какими чувствами ребята вспоминают старое здание и как привыкают к новому. Учебная эвакуация. В школе Зайнска повторили правила пожарной безопасности. Как тушили условное возгорание и насколько быстро здание покинули дети. Большая коробка с цветными карандашами. Так теперь выглядит новое здание художественной школы номер один в Альметьевске. Уроки искусства стали еще приятнее. Появились просторные светлые классы, а площадь здания увеличилась в три с половиной раза. Она готова вместить тысячи учеников. Рината Столярова увидела, как устроились новоселы на новом месте. С 2001 года художественная школа занимала двухэтажное здание бывшего детского сада по улице Островского 7. Небольшое помещение не вмещало всех желающих обучаться искусству, а конкурс составлял более шести человек на одно место. Решение о реконструкции приняли после того, как около 900 человек не смогли принять на обучение в старом здании. Теперь по улице Джалиля пустующий институт муниципальной службы сменило яркое строение, напоминающее коробку с цветными карандашами. Оно может принять больше тысячи учеников. Сильное сокращение, оно ведет к искажению рисунков. Заниматься в школу ходят и взрослые. Новый класс облюбовала группа по рисунку и живописи. Хлопоты с переездом были только на радость, признается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Альбина Агафонова. Наконец-то у них появился свой кабинет, да и желающих учиться стало больше. К новым масштабам пока привыкают. Да, еще пока не все. Я даже не помню, кто в каком классе с педагогом занимается, потому что такое большое помещение. И надо сначала привыкнуть, потому что там было все так колуарно, все так было маленькое. И поэтому мы там знали, где кто как. А тут еще надо вспомнить, где в каком классе кто сидит. И поэтому привыкаем, но это приятные хлопоты. О старом здании ученики все же говорят с ностальгией и благодарностью. Там они начинали свой творческий путь. Альмира Закирова еще помнит, как водила туда дочку. А теперь женщине самой посчастливилось учиться изобразительному искусству. Но и благодарны то, что сейчас у нас есть такая красивая школа. Очень великолепная, очень современная. Со всех сторон она великолепная. И мы очень-очень счастливы, что у нас есть такая новая школа. Ученикам открываются новые страницы соприкосновения с искусством. Галина Шахмаева благодарна педагогам и школе. Они подарили ей мечту детства. Там, где я жила и училась, у нас не было художника школы в тот период времени. Поэтому тут работа некогда была. А сейчас свободная пенсия. Для души? Для души. Прошлое здание было в три с половиной раза теснее нового. А сейчас у каждого направления своя аудитория. Имеются классы скульптуры, компьютерные графики с 3D-принтерами, помещения для выставки работ, методический фонд. А еще 14 учебных классов ИЗО, кабинеты декоративно-прикладного творчества и кабинет истории искусства. Рината Столярова, Динар Менгазов. Новости Юго-Востока. Заинские школьники повторили правила пожарной безопасности. В учебных учреждениях города проходят учения по эвакуации во время пожара. На одном из них побывала и Елена Маврина. По сигналу тревоги в Заинскую школу номер 7 прибыли пожарные расчеты Заинского пожарно-спасательного гарнизона. Сигнал поступил на телефон экстренной службы 112 о том, что в школе в одном из помещений произошло возгорание. На самом деле так проходили учения пожарно-спасательного гарнизона и коллектива педагогов и учеников школы номер 7. К моменту прибытия пожарных коридоры школы были уже пусты. Запасных выходов на улицу выбегали школьники. Учебная эвакуация проходит во всех городских школах в рамках месячника безопасности. Он традиционно объявляется главным управлением МЧС в начале каждого учебного года. Основной целью является закрепление навыков пожаробезопасного поведения у школьников, а также проверка готовности персонала образовательных учреждений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. За три долгих месяца школьных каникул дети могли подзабыть правила безопасного поведения. Именно поэтому важно напомнить, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Нам рассказала учительница все правила безопасности, что делать при пожаре. Мы это все хорошо выслушали и поняли, как делать, когда загорелась школа. Каждый ученик до этого был проинструктирован. Мы провели свою учебную тренировку. Каждый ученик знал, куда двигаться, какой запасный выход. Классным руководителям тоже самое был проведен инструктаж, что если они качественно руководили детьми. Скажем так, сегодня таких замечаний больших не было. Скажем так, что школа справилась и по нормативам, и по времени. С учебной тревогой все справились на отлично. Пожарные вовремя потушили условный пожар, а дети вовремя покинули здание. Бонусом за хорошие знания им стала познавательная экскурсия к пожарному автомобилю и показ работы автолестницы. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Юго-Востока. Поле – рекордсмен. Ферма с доильной каруселью. Электронные сервисы для планирования пассивных работ. Все это о сельхозсекторе Линногорского района. Какие новшества привносит цифровизация, расскажет Семен Егоров. Несколько гектаров поставили, просто там реально болото уже. Комбайн начинаем тонуть. То есть влаги здесь было предостаточно. Поэтому и такой рекорд. Это поле в Старом Шугурово. Работники агрохозяйства называют его чудо-полем. Оно дало почти 90 центнеров озимой пшеницы в этом году. Ильнур Садыков, главный агроном хозяйства, говорит, что сложилось все так успешно благодаря холодной весне, обильным осадкам и благодаря тому, что на этом поле третий год применяется технология No-Teal. Это система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений. Мы работаем по принципу такому. Накормите растения, и они накормят вас. Мы даем все, что нужно растениям. И, соответственно, растение работает на полную отдачу. На этом поле убирают рапсы. Эта культура всегда была известна тем, что ее сложно убрать и не растерять урожай в процессе. Чтобы сократить потери до минимума, помимо оптимального срока уборки, скорости движения комбайна и других факторов, которые определяют агрономы, важно, чтобы настройки комбайна минимизировали потери. Для определения правильности настроек вслед за комбайном собирается потерянный рапс, и засыпается специальное устройство. Оно позволяет оставить только семена, потом их взвешивают, и данные вводятся в приложение на смартфоне. Оно определяет, допустимое ли количество потери урожая. Например, потери урожая 0,8%. Допустимое значение варьируется до 3%, но это хозяйство всегда работает над тем, чтобы потери были минимальны. Также в агрофирме в этом году открылась ферма Ялтауна. 400 коров ферма оснащена доильной каруселью. И эта карусель, как шутит заместитель генерального директора по животноводству, не для досуга коров, а для эффективного процесса дойки. Карусель, Магнум 40 на 28 мест, корова заходит по одному, ну и дуется. Автоматически происходит обработка вымени после дойки. Дроны, снимки полей со спутников, расход семян, удобрений, расчет выполненных работ комбайнерами, все эти данные контролируются и хранятся в цифровом формате. От приложения на телефоне до программного обеспечения персонального компьютера. Специалистом в этой сфере в агрофирме является Дмитрий Шаплыко. Он говорит, что благодаря тому, что сельское хозяйство становится цифровым, это привлекает все больше молодых людей в эту сферу. Очень много молодых специалистов, и благо это будет развиваться. Сейчас даже в Иннополис, где очень много стартапов интересных, они приезжают просто пообщаться, посоветоваться, как вообще. Вот хотим, допустим, что-то сделать в агросфере. Подсоветуйте, что вам нужно, какой запрос есть от сельхозпроизводителя. Семен Егоров, новости Юго-Востока. Один из первых в Татарстане фермеров по выращиванию и реализации физалиса живет в Бавлах. Для чего используют это растение и как семья Денусовых решилась на его разведение, выясняла Индира Сайфулина. Из овощного физалиса готовят икру, его добавляют в блюда, солят, маринуют, делают варенье и цукаты. Выращивать физалис не сложнее, чем другие виды посленовых, например, баклажаны или томаты. Фермеры Юнусовы знают об этом растении все. Сортов физалиса очень много, завезенные в Россию, но это все-таки является южным сортом, не нашим, но, как видите, произрастает здесь. Физалис сажается так же, как и помидор. Сперва в рассаду в ящиках, потом пикируется, мы его пикируем по стаканчиках и потом каждый стаканчик высаживаем сюда. В этом году Юнусовы ранней весной посадили в открытый грунт полторы тысячи саженцев физалиса. Он дает хороший урожай даже при минимальном уходе. Решат Юнусов готов рассказывать часами о составе, полезных свойствах и о применении овощного физалиса. Ведь именно они первыми в республике взялись выращивать это растение. По словам хозяина поля, плоды овощного физалиса богаты углеводами, фруктозой и глюкозой. Если посмотреть по китайской медицине, там очень много полезных свойств у него. У него идут не только сама ягода, вот эти чешуйки идут на него, на лекарства и корни. Варенье из плодов физалиса получается необычным и даже экзотическим. Варенье – это очень сложный процесс. Варенье делать, чтобы его варенье делать, его трижды варят. По словам хозяев, свое дело планируют развивать и дальше. На своем участке они посадили более тысячи кустов смородины, ремонтантные кусты малины и редкое для нашего региона растение – голубяку. Пока на небольших площадях юнусовы успевают работать сами, а в случае расширения гектаров потребуются дополнительные рабочие руки. Айгуль Хусейнова и Индири Сайфулина была от меня за новости Юго-Востока. Партнер программы ПАО «Акбарсбанк». Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в «Акбарсбанке» и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на «Акбарс.ру». Это все новости на сегодня. А еще больше есть о нашем сайте almitis.ru.ru Также подписывайтесь на телеграм-канал ЮВТ-24, чтобы узнавать о событиях оперативно, где бы вы ни находились. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин